МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск. Каждый день вечером утра реальность сама складывает картину дня. В студии Екатерина Мазуряк. Смотрите сегодня в программе. Восстановим старое, построим новое. Российская Федерация помогает восстанавливать и экономику, и объекты, и здания, и другие наши государства. И гражданство, и гражданство, и гражданство, и тоже понимает, что там самая финансовая жизнь. Алексей Русских с рабочей поездкой посетил новые российские регионы. Иных вариантов нет. Обсуждались на комиссиях в Минприроды Российской Федерации, когда был вопрос о выделении денежных средств. То есть это все было поддержано, все было рассмотрено в Москве. О том, что они не соответствуют, то есть я опасения не вижу. Работы по рекультивации загрязнений в Виновке продолжаются. Область ждет Новый год. Раз, два, три, елочка, говори! Главная елка области открылась в Ульяновске. Алексей Русских вернулся из поездки на Донбасс. Вся Россия помогает новым территориям восстанавливать инфраструктуру. Ульяновская область не исключение. В Мариуполе наши строители восстанавливают ряд жилых домов и социальных объектов. На многих уже закончено обновление кровли. Приступили к замене оконных блоков. Параллельно подали отопление. Более того, рабочие из Ульяновской области не отказывают в простой человеческой помощи. Если, например, местные жители просят что-то починить или помочь с переездом. Губернатор вместе с министром строительства ЖКХ России Ериком Файзулиным включился в работу местных оперативных штабов. А также встретился с ульяновскими инструкторами, принимающими гуманитарные грузы из родного региона. И пообщался со строителями-добровольцами из нашей области, занятыми на возведении оборонительных сооружений. Ульяновских строителей отметили особо упорные, дисциплинированные с боевым настроем. У большинства из них заканчивается сменой. Скоро они вернутся домой. В Крыму Алексей Русских встретился с инструкторами, готовящими ульяновских добровольцев и мобилизованных. Обсудили объемы, сроки и типы грузов для гум-конвоев, потребных сегодня в зоне проведения специальной военной операции. Очередной груз прибыл в расположение, когда делегация нашего региона отправилась дальше по маршруту, о чем немедленно доложили губернатору. Главное, что канал поставок налажен, вопросов к взаимодействию нет. В Запорожской области встретились с добровольцами-строителями, участвующими в возведении оборонительных сооружений. Местная военно-гражданская администрация отметила работоспособность и упорство, с которыми наши земляки участвуют в общем деле. Губернатор познакомился с условиями проживания и вместе с рабочими нашел их удовлетворительными и сообразными обстановки. Многие из этих людей совсем скоро вернутся домой. В регионе обещали наградить особо отличившихся. В Луганской Народной Республике делегация Тульяновской области немедленно посетила подшифтный Лутугинский район. Наши специалисты готовили местные соцучреждения к отопительному сезону, продолжают строить муниципальную дорогу, ремонтируют школы. Алексей Русских постоянно держит все моменты на контроле, от непосредственной стройки до материально-технической помощи и, прежде всего, школам. Руководство района считает сложившиеся отношения не просто партнерскими, а братскими. И ждет 2023 года, на который намечены большие планы. Пока что особо отмечает внимание ульяновцев к детям. Уже запущены две котельные, которые у нас работают с 5 декабря. Это одна на ДК Успенская, а вторая, которая отапливать будет, газовая котельная, которая отапливает сегодня уже, это Белореченскую школу и детский садик. Кроме того, еще запущены котули. Губернатор посетил Георгиевскую школу номер один. Наши строители обновляют кровлю здания, а после приступят к внутренним работам. Задача к 1 марта сдать крышу, а к новому учебному году полностью привести учебные заведения в порядок. В ДНР работа кипит по всем фронтам. Пока на линии соприкосновения российские войска, добровольцы и мобилизованные сдерживают и громят неприятеля, крепнет тыл. Нужно восстановить все разрушенное сторонниками киевского режима. Наш регион принимает в этом самое активное участие. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзулиным Алексея Русских открыли отремонтированную школу. Российская Федерация помогает восстанавливать и экономику, и объекты социальные, и жилые наших государственных республик. Ульяновская область тоже принимает в этом самое активное участие. Русский город Мариуполь в ДНР. Настоящая всероссийская стройка. Ульяновская область шествует здесь над несколькими школами, четырьмя соцобъектами и 32 домами. Все они отремонтированы и подключены к отоплению. Работа продолжится до полного восстановления всех российских территорий. Итоги уходящего года в студии регионального телеканала «Репортер 73» подведет губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Вторая часть большого интервью в нашем эфире 28 декабря. Уходящий год – год мобилизации всех ресурсов. Новые возможности как элемент долгосрочной стратегии. Мы их должны поддерживать, предприятия давать им возможность развиваться. Ну и, естественно, должны спрашивать за то, чтобы они соблюдали законы. Ледяной дождь и мораторий на проверке. Неочищенные тротуары в Ульяновске и отсутствие общественного транспорта. Безответственность или непрофессионализм. Будем работать по всем направлениям, работать будем системно и жестко спрашивать за исполнение или неисполнение. Бюджет большой, но дефицитный. Проектов много, но хватит ли на все? Плюрализм мнений. Как работать с несогласными? В конечном итоге вся эта работа, она же ведется не в аварит, а во благо. Развитие, газификация, водоснабжение, строительство, экология, социальная сфера. А что главное? Главная открытость. Открытость диалога. Мы должны выслушать мнения всех и найти очень грамотное и компромиссное решение. Специальная военная операция продолжается. В боевых условиях находятся сотни наших земляков и тысячи наших сограждан. Мы выдержим и поможем. Мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить нашу победу. Молодые пишут новую историю с первого съезда движения детей и молодежи, назвав организацию «Движение первых». С 17 по 21 декабря в Москве делегаты со всех уголков страны собрались для определения целей, задач и миссии своего движения. На пленарных сессиях, лекциях и дискуссионных площадках участники делились друг с другом передовыми технологиями и принципами, цель которых – раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. «Движение первых» без остановки и делегаты из Ульяновской области готовы делиться полученными знаниями со сверстниками. Именно у нас самошел этот рейтинг, в Болгах и Суяновске. Пусть их пути противоположны, но здесь, в Ульяновске, они едины, как и мы с вами и в нашем жиле. В «Движении первых» именно такое название дали масштабные организации детей и молодежи. Первый съезд активистов прошел в середине декабря в Москве, куда приехали более 1300 участников из 89 субъектов Российской Федерации. В нашей стране это событие уже отметили как историческое. Теперь в одной структуре юнармия – Большая перемена российское движение школьников. Вместе со всеми первые шаги в абсолютно новом деле делали 12 детей из Ульяновской области. Ульяновская область! На слез! Много нового узнали именно по моему направлению, по планам движения узнали о том, что будет федеральное финансирование. Каждый регион будет профинансирован, будет огромное количество проектов. Каких именно – первые, пока сказать, затрудняются. Сейчас они формируют фронт работы. Одна из задач – просветительская. Девиз движения учитывает уклон в коллективную стратегию. Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первым. Планов достаточно много. И в первую очередь это просветительские мероприятия в школах нашего города и области. Для того, чтобы как можно больше ребят, школьников, в том числе студентов средних профессиональных образований, детальных учреждений узнали о движении, познакомились с его направлениями деятельности. Конечно же, узнали о миссии, ценностях. Для более продуктивной работы самым активным представителям движения выделят пространство для осуществления всех задуманных планов, оснастив при этом место современной техникой. Первых готовы принять атмосферная Аксаковская библиотека. Министерство культуры уже проработало этот вопрос, выделив для молодых достаточно большую площадь. Удобное расположение географическое позволит ребятам спокойно добираться до этого места, для того, чтобы и там тоже проводить вместе с вами, точнее, вытканих, а потом они уже разные важные, о которых мы сейчас говорим, мероприятия. Жизнь и достоинство, дружба, добро и справедливость. Созидательный труд – основные ценности движения первых. Им и следуют, веря в себя и опираясь на поддержку родителей, учителей и наставников. У вас точно не получится, у вас не может не получиться. Вы все обречены на успех, это однозначно. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73. Объект накопленного экологического вреда или уникальный памятник природы? В Ульяновске продолжаются споры вокруг в проекте рекультивации Виновской рощи. В то время, пока чиновники настаивают на необходимости работ и безальтернативности выбранного метода, местные жители и акктивисты опасаются вырубки леса и появления на месте парковой зоны огромной стройки. Проект по ликвидации обширного нефтезагрязнения на территории парка Виновская роща разработали еще в 2020 году. По проекту многочисленные загрязненные родники предполагается собрать в единую сеть для очистки воды на специальных сооружениях, которые построят на месте старых. Мы прокладываем временную дорогу до Северной группы. Вот здесь, вот Северная группа здесь, мы здесь делаем коптирный ручьёк за трубопроводы, и вот очистные сооружения у нас будут устанавливаться. В последующем мы, когда будем уходить, дорогу демонтируем, восстанавливаем русло, восстановительный слой завозим и уходим вниз. Соответственно, после нас, как дорогу уберем, ничего поврежденного не будет. Для постройки трубопровода и вывоза загрязненного грунта рабочим необходима строительная техника. Голыми руками тут не обойтись, а для подхода техники необходимы дороги. Вырубка леса для их прокладки, которая, по словам подрядчика, была внесена в проект по рекультивации, сейчас стала основным камнем преткновения. В этом проекте нет ни дорог, ни обустройства частной территории с частным домом. И, соответственно, возникают стали вопросы. И сейчас мы видим, получается, по факту на сегодня, вот эти работы незаконные, прокладка дорог со сносом растительности. Отступать некуда, будем ходатайствовать о возбуждении уголовного дела по 260-й статье УКРФ. Экологи и активисты уверены, проводить рекультивацию нужно альтернативным методом, не нанося урон уникальным лесным насаждениям. Сейчас жители отмечают положительные изменения. Туман, утром и вечером заполняющие лощины, перестал источать едкий аромат нефти. А летом у многочисленных ручьев и водоемов вновь появилась живность. К идущим сейчас работам население относится весьма скептически. Местные жители считают, что проект по очистке должен помочь природе восстановиться, а не нанести еще больше вред. В природе нужно помочь. Помочь. И если поменять проект, то есть очистку сделать так, чтобы очистка не навредила нашей рощи. Здесь роща, цена ручьями. Эти ручьи закапывают, в общем, загоняют на рационные трубы. И более деликатная альтернатива масштабным строительным работам есть. Расправиться с нефтезагрязнением без вывоза грунта можно при помощи метода биодеструкции – введения в почву специальных микроорганизмов. Однако в случае свиновской рощи они неэффективны по ряду причин. Добавление специальных микробов в грунт, которые могли пожирать это нефтепродукты. Но здесь оно не сработает из-за того, что, во-первых, этот грунт нужно весь перекопать, также на всю глубину загрязнения, чтобы попадал кислород, попадала вода, чтобы эти микробы могли жить, размножаться и питаться вот этими нефтепродуктами. Осталась только единственная возможность – это вывести нефтезагрязненный грунт для последующего обезвреживания завоз нового грунта. В департаменте природопользования Ульяновской области причин для возникших волнений не видят. При подготовке проекта рассматривали различные варианты, и текущий, прошедший государственную экологическую экспертизу, был признан оптимальным. Обсуждались на комиссиях в Минприроды Российской Федерации, когда было вопрос о выделении денежных средств. То есть это все было поддержано, все это было рассмотрено в Москве. О том, что они не соответствуют, то есть я опасений не вижу. Начать работы по ликвидации последствий нефтезагрязнения планируется с северной группой родников. Оттуда рабочая техника и люди будут двигаться назад к пруду по уже протаренной дороге. Строительство новых очистных сооружений на месте старых, недавно демонтированных, начать обещают этой зимой. После постройки они встанут на баланс городской администрации. Финалом рекультивации станет биологический этап посадка новых растений на месте уничтоженных. Екатерина Терещенкова, Антон Кузьмин, Сергей Рябухин, репортер 73. 43 года назад советское правительство приняло решение о вводе ограниченного контингента войск в Демократическую республику Афганистан. Между гор в ущельях загуляло эхо выстрелов, а по извилистому серпантину потянулись караваны. Для выполнения интернационального долга из СССР отправилось около 100 тысяч военнослужащих. Многие наши земляки не вернулись с боевых заданий. 25 декабря – день, когда мы вспоминаем эти фамилии. Отдаем дань памяти их воле и мужеству. Подробнее в сюжете Вячеслава Новожилова. Интернациональный долг в Демократической республике Афганистан исполняли около трех тысяч наших земляков. Вся лирика горных пейзажей прошла мимо них. Для сотен солдат и офицеров Афганистан – это суровая военная работа, боль от потери товарищей и ежедневный риск самому стоять двухсотым грузом. Когда мы на операции в Паншер прилетели утром, при высадке у нас сбили два вертолета. С боевых заданий не вернулось 107 ульяновцев. Их имена сегодня высечены на гранитных плитах, наряду с другими солдатами и офицерами, погибшими в локальных конфликтах. 25 декабря члены ветеранских организаций вспоминают своих боевых товарищей и трудные годы службы. Я встретил одного товарища, у которого погиб старший лейтенант, десантник, брат. И как раз в нашей вертушке, когда высаживали, одну вертушку из ДШК пробили. И вот тогда в него было попадание. То есть вот это все как перед глазами стоит. Ну а моменты еще в колоннах были, конечно, и подрывы, и обстрелы. Все это как вчера было. Почтить память однополчан и всех, кто не вернулся из похода, пришел Николай Лазарев, отдавший Афганистану 2,5 года своей жизни с 1987 по 1989. Он застал знаменитый вывод советских войск с его территории, а после оказался в гуще гражданских столкновений в Грузии. У нас был 11 февраля в 11 часов 345 полк, отдельный порошин, десантный полк, переходил границу. Через мост мы переехали, технику сдали уже гражданским, ну как сказать, тем людям, которые служили на территории Советского Союза, а дальше выдвинулись на позицию Кирова Бада. Участвовали в тбилийских событиях, когда как раз в тяжелые времена страна разваливалась. Особой же болью отзывается Афганистан в сердцах матерей и вдов. Всех, кто преданно ждал своих мужчин и сыновей, но в результате получил лишь похоронку. Татьяна Князевская в 87-м году начала собирать вокруг себя таких же, пораженных горем, женщин. Мы не разделяли тогда никого, матери, вдовы, инвалиды. Помогали, как могли, собирались. Кому-то красили забор, кому-то газ за гараж, кому-то форточки ремонтировали, кому-то плиты меняли, кому-то моль из ковров выбивали. Возложение цветов и памятная встреча завершились. Ветераны уехали на могилы к своим павшим товарищам, разошлись вдовы и матери. В этом зимнем молчании снег неслышно падает на гранитные плиты. После он встает и стечет по ним ручейками, будто камень оплакивает солдат и командиров, что до самого конца исполнили свой долг перед страной, которая исчезнет спустя два года после вывода ограниченного контингента войск с территории близкого, ну, чужого Афганистана. Вячеслав Новожилов, Максим Архипов, репортер 73. Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего советского народа. Болью в сердце отзываются воспоминания о ней у миллионов. Забыть героев и их подвиг – значит расписаться в собственном малодушии и пренебрежении к истории своего Отечества. Подвиг не только ратные чтят в Ульяновской области. В тылу, который обеспечивал фронт всем необходимым для победы, в 40-е развернулся фронт трудовой. О нем – его рабочих, медсестрах и инженерах, а также об уникальной экскурсии, посвященной событиям прошлого, Вячеслав Новожилов. Я выполняла самую разную работу. Ухаживала за ранеными, помогала врачам, джурила в наряде. Иногда мы целыми сутками не выходили из операционных, спасая наших солдат и командиров. Ребята, я помню, у меня была одна мечта – выспаться. Как только закончится война, заснуть и не просыпаться несколько суток. Перед нами медсестра эвакуационного госпиталя. Одна из многих, на чьи хрупкие плечи легли заботы о раненых и ассистирование врачам. Наш край в годы войны принял 27 таких госпиталей, под которые переоборудовались школы, казенные учреждения и любые пригодные для этого площади. Были девочки из Ульяновска. Шура Ключникова – учительница из школы для глухонемых. Вера Тонина – рабочая потребсоюза. Маша Антоновна – свобода номер 8. История оживает на глазах, благодаря проекту «Иммерсивная экскурсия». Перед зрителями появляются живые свидетели тех событий, перенесшие все тяготы и лишения военного времени. Еще один из них – курсант Ульяновского гвардейского танкового училища. Персонаж на самом деле – собирательный образ танкиста. Мне попались материалы двух танкистов. Один из них – курсант по фамилии Кашицын. Он закончил наше училище в военные годы, был командиром тяжелого танка КВ-1. Прошел всю Великую Отечественную войну. Я помню, тоже после зачисления в курсанты, получил письмо от матери, в котором она писала, что мой отец пропал без вести на Ленинградском фронте. Я тут же написал рапорт начальнику училища с просьбой отправить меня на фронт. Но на мою записку генерал-майор Кашуба никак не отреагировал. Экипажи бронемашин-вопускников Ульяновского училища действовали в составе батальонов тяжелых и средних танков, побывали в огне первых месяцев войны, перечеркнули своими траками половину Европы, дойдя до Берлина. В тылу же на промышленных предприятиях совершили трудовые подвиги, в том числе рабочие и инженеры, эвакуированных в Ульяновск цехов Московского автомобильного завода имени Сталина. Я хорошо помню, как 15 октября 1941 года пришел в кабинет директора. Было около 8 часов вечера, Лихачев нервно ходил из угла в угол, к ремню его гимнастерки был пристегнут револьвер. Он подошел ко мне, пожал руку и сказал, ну что, будем налаживать производство автомобилей в Ульяновске. Уже 20 октября 1941 года первые эшелоны с оборудованием прибыли в Ульяновск. Важнейшим условием эвакуации был железнодорожный мост через Волгу. На левом же берегу трудились рабочие патронного завода. Один из них встречает гостей экскурсии у заводского станка. 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, было воскресенье. Многие заводчане с вечера уехали на отдых и на рыбалку. Но страшная весть о начале войны заставила людей спешно возвратиться по домам. Все тревожно слушались сообщения радио. Во время подготовки театрализованной экскурсии работники Краеведческого музея погрузились в архивы, изучали документы и письма. По воспоминаниям очевидцев тех лет, бережно воссоздавали образ современника 40-х годов. И все получилось, как задумывалось. Вячеслав Новожилов, Сергей Рябухин, репортер 73. Новый год приходит в город. В минувшую субботу праздничная программа развернулась во всех общественных пространствах областной столицы. Например, в парке Прибрежный фишкой дня стал мастер-класс по хоккею с шайбой. Украшены улицы и около 700 тематических композиций разместились в различных районах Ульяновска. На главной площади традиционно главная городская елка. 25 декабря 20-метровый символ расцвел яркими огнями. Старт празднования Нового года дан. Самая яркая традиция городского праздника – самый долгожданный момент. Чтобы зажечь главную елку Ульяновска, на площади собрались сотни жителей и гостей областного центра. Очень красиво. Мы уже сфотографировались. Неплохое настроение. Отлично все, хорошо. Все красочно, ярко. Нам нравится. Отлично все, очень нравится. Очень все красиво, атмосферно. Сегодня еще погода такая. В общем, нам нравится. Из года в год все лучше и лучше. Красиво. Нам нравится. Детям нравится. Нам нравится. Если жизнь будет яркой, с событиями и разнообразной, она будет интересной и увлекательной. Чтобы вечер был увлекательным, для гостей центральной городской площади подготовили большую праздничную программу. Выступления коллективов, музыкальный флешмоб, хороводы, подвижные зимние игры. Самых маленьких в дружный круг собрали главные новогодние персонажи Дед Мороз и его верная помощница, внучка Снегурочка. Я буду показывать вам движение, а вы должны сделать с точностью наоборот. Не запутаетесь? А я буду вам помогать, ребята. Не переживайте. Тогда начинаем. В тереме Деда Мороза самых маленьких тоже ждали чудеса. Двери волшебного дома открыты все праздники с 16.00 в будни, с 12.00 в выходные, до 18.00. Но самое главное, что дарит праздник, это, конечно, исполнение самых заветных желаний. Ребенок верит в Дедушку Морозу? Конечно, он очень ждет. Он даже заказал подарок робота. Робота ты ждешь? Да. Я хорошо себя вела и попросила у него хомячка. Я загадала плюшевого единорога. А Дедушка Мороз выполнит? Конечно. Слушались, выполнит. Главная елка зажглась, время чудес еще впереди. Для всех гостей главной площади города все праздничные дни будет проходить немало интересных мероприятий. И, конечно же, множество интересных новогодних конкурсов, где каждый сможет получить небольшой подарок от Деда Мороза. Большой тур маленьких гениев. Точка концентрации талантов. Гений места при Центральной городской библиотеке – одна из 70 по стране. А сама библиотека – одна из 21 награжденной на 10-м Всероссийском форуме публичных библиотек. Местные гении с марта этого года разрабатывали настольную игру, посвященную нашему земляку – всемирно известному писателю Ивану Гончарову. Как собрались юные таланты и сошлись звезды, расскажем далее. К дальним берегам отправляется интеллектуальный фрегат «Тур». Увлекательная познавательная игра – результат совместной работы сотрудников Центральной библиотеки Ульяновска и юных жителей города. Участников точки концентрации талантов – гений места. Цена игры была выбрана не случайно. В этом году исполняется 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова и 170 лет со дня начала экспедиции к далеким берегам Японии. О нашей библиотеке и носителе Ивана Александровича Гончарова. Матвей Дерябин – идейный вдохновитель фрегат «Тура» и флагман команды разработчиков. Но основная часть результата – итог командного мозгового штурма. У нас была задача сделать игру, как раз связанную с путешествием Гончарова в Японию, его кругосветным путешествием. Мы сначала обсуждали идеи, как именно мы будем это реализовывать. Было довольно много идей. Но мы решили остановиться на таком простеньком варианте. Это можно отнести, наверное, в викторина. Правила действительно просты. Фишки игроков передвигаются по полю. За выполнение заданий начисляются очки. Такая незатейливость играет игре в плюс. Неподготовленная аудитория намного быстрее включается в процесс. Можно шагать в любую сторону, кроме диагонали. Можно слева направо, опять же. Да, все правильно. Теперь вытягивайте первую карточку, которая вам придется. Если хотите, можете изнутри. Дизайн у игры тоже авторский. От поля до коробки. Созданные самими юными разработчиками при помощи графических планшетов к услугам талантливой молодежи – хороший технический арсенал. Все для того, чтобы генерировать идеи было проще. Наша концепция – я будущий гейм-дизайнер, гейм-криэйтор, как можно сказать еще. И наши ребята работали на графических планшетах. Мы программировали. Думаю, что знакомые лица тоже есть. Мы играли в настольные игры. То есть это было не прямое создание сразу настольной игры. Мы пробовали различные игры. Задание не только на эрудицию, но также на смекалку и ловкость рук. Работа проделана немалая, а главную оценку поставят те, кто отправится в игровой тур. Эта игра вызвала очень большой интерес. Она очень интеллектуальная и помогает нашему восприятию информации. Первая игровая экспедиция прошла успешно. А впереди еще море креативных проектов. Вера Мещерякова, Максим Архипов, репортер 73. Уважаемые клиенты, поздравляем вас с наступающими праздниками. У вас есть уникальная возможность поучаствовать в акции и выиграть от 2 до 3 тысяч рублей с зачислением на лицевой счет. Для этого на лицевом счете должна отсутствовать задолженность и должен быть внесен рекомендованный платеж за декабрь. Варикозное расширение вен – серьезная угроза здоровью. Только до 31 декабря в медицинском центре «Консилиум». Консультация сосудистого хирурга и УЗИ вен нижних конечностей всего за 800 рублей. Не откладывайте визит к специалисту. Медицинский центр «Консилиум». Напомним, телефоны 304173. Здесь ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию 304073. Смотрите «Репортер» не только в эфире. Мы присутствуем на всех ведущих социальных платформах. Все наши программы и сюжеты можно увидеть в YouTube и на Яндекс.Дзене. Подпишись и будь в курсе реальности. Редактор субтитров А.Семкин